Ну что, друзья, через 23 часа нас посетит новая промо. Возможно, когда вы уже смотрите этот ролик, промо Фитбёрзды уже вышло. А я пока что вещаю вам из прошлого. У меня пока что этого промо нет. Но у меня есть 110 паков. Я копил всю неделю, чтобы вскрыть все эти пакетики. Естественно, прямо сейчас я их всех открывать не буду. Сделаю микроанонсик сегодня на моем Twitch-канале. Будем вскрывать все эти паки. Так что ссылочка будет в описании. Приходите, часиком к 8 запущусь. А сегодня будем делать контент из того, что есть, как говорится. А есть у нас, собственно, что? Так, улучшение кампании, может быть, соберу. Кумира FIFA World Cup или премиум соберу. И базового или FIFA World Cup героя. Вот такой сегодня контент нас ожидает. Также видите, на моем аккаунте 6000 поинтов. А это значит, куда-то предыдущие 6000 делись. Собственно, я вскрыл два самых дорогих пака FIFA. И смотрите, что мне там выпало. Так, я сразу, наверное, вскрою себе пак за 500 поинтов. Опа. Тут даже информ с волкаутом есть. Вот это прям неожиданно было. Так, накопили себе всякого хлама для будущих СБЧ. Так, ну и давайте начнем с обзорного новогоднего набора. Так, ну поехали. Опа, Цунтурион. Хасебе. Ну это херня полная. И, собственно, две спешлки. О, Казмира, это неплохо. Манданда 8-7. Тоже заебись. В целом неплохо, учитывая, что это пак за 2000 поинтов. Навалило кучу рейтинга. Так, ну и самый дорогой пак. 400 тысяч монет, либо 3000 поинтов. Так, ну давайте смотреть. Тут есть зимний Джокер. Чонг. Здравствуйте. Так. Ебать, сколько спешлок навалило. Поехали. Так, это аренда-аренда. Фабио, Исмаили и Нетхаус. Ебать, вот это говнище, конечно. Вот я открыл, блядь, самые дорогие паки. Вот это говна они насыпали. Я в ахуя. Кумир Тоти в аренду. Опять одни и те же лица. Давайте Мюлгера возьму на этот раз. Может быть, за 1000. Ну и перед тем, как мы продолжим, друзья, мне осталось лишь напомнить вам о моих спонсорах. Это мои хорошие легальные друзья из компании Пари. На сайте, у которых вы можете делать ставочку на абсолютно любой вид спорта. Начинать от футбола, заканчивая киберспортом. Регистрируйтесь у них на сайте, в мобильном приложении. А если вы еще, друзья, придете в верификацию до конца, получите шикарный бонус фрибет в размере 1000 рублей. Всем удачи. А если вам нужны монетки, друзья, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании. Так, что у нас тут еще по контенту? Подольский в заданиях. Ну и вроде как все игроки на стиле уже вышли, а это значит, что надо будет в ближайшее время заняться самим собой поиграть. У меня что-то это PlayStation 4, PlayStation 5. Я так карточки и убиваю. И мне кажется, это шикарный подарок Эдерсон за копеечки. Плюс еще талант прицельный удар имеет. Вау. Так, я думаю, что стоит начать с базового кумира, точнее, героя. Великолепный перевод от Яшников. Так, ну еще, друзья, пик на базового или FIFA World Cup героя собран. На самом деле, им уже нужно пересмотреть этот пик и сделать так, чтобы падали только World Cup-овские карточки. Ну, я так и считаю. Да, там вы можете лишиться шанса поймать же 0, но все же. Так, ну и смотря на свой основной состав, я вообще хрен знает. Ее от Уре, наверное, только залетит. И может быть Кабдевилла. Хотя у меня тут Роберто Карлос, за которого я играю на центральном полузащитнике. Вот этот вот момент мне очень понравился. Чеките. Соперник забивает. Казалось бы. Забил и забил. Но буквально в следующей же атаке я отдаю мяч Роберто Карлосу и посмотрите, что происходит. На! И просто на! Это самый быстрый кик-офф в моей жизни, мне кажется. Так, ну что? Лусио? Может быть еще? Так, первая карта. 89-91. Это сразу говнище. Я даже смотреть не буду. Так, 71 физуха. Ну, Кивилл, наверное, блядь, как я угадал. Это Кивилл. Окей, третья карта. Так, вот этого я чуть не припоминаю. Подождите, это может быть... Маркизио крутой. Нет, это не крутой Маркизио. Это хуёвый Маркизио. Следующая карта. Физуха 8-7. 90 защита. 80. Это Кардоба. Что-то, друзья, есть ощущение, что это очередная стена. Пиздец, да. Я не знаю, блядь, что тут сказать вообще. Три обычные, два лолкапа. Никто мне здесь нахуй не нужен. Поэтому беру просто Маркиза, чтобы запихнуть его сейчас в сборочку кумира. Так, у меня рейтинга вообще не осталось. Наверное, придётся открыть через мобильное приложение Паки 82+. Давайте смотреть, что у меня есть упало. Особо ни на что не рассчитываю, но, смотрите, рейтинга-то навалило. Долго думал, с кем я попрощаюсь с этой четвёрки. И, наверное, всё-таки отправлю Уэйна Руни. Смешно получается, что я эту карточку собирал своими руками в СБЧ. Отыграл пять матчей. И сейчас закидываю в это самое СБЧ. Но, опять же, форвардов у меня слишком дохуя. Так, следующая сборочка тоже готова. Сюда я решил отправить Самуэля Это. Блядь, я столько хороших карточек сливаю, столько крутых форвардов, которые, возможно, где-то были бы играбельными в каких-то бюджетных составах. Тот же Кьюилл, тот же Бодишайл, вот этот вот. Ну, вот этого Мендеса не очень жалко. На что же я обменяю? На что же я обменяю всё это? Учитывая, какое везение у меня в последнее время в этих сборочках кумира. Типа настолько плохо, что я даже не помню, что мне упало. Так, ну и последняя сборочка, друзья. Сюда я отправляю Бэкса. В своё время он мне очень нравился. За 106 матчей 32 плюс 53. Это очень крутая стата. Всё так же. Рассчитываю на что-то классное и топовое. Мои все сборочки кумиров сейчас у вас на экране. Ну, по крайней мере, те, которые я ещё в избыше не отдал. Так, и судя по всему, сейчас мне придётся снова отправляться в мобильное приложение. Потому что здесь я вряд ли найду пак с кумиром. Так, друзья, вот сейчас самый опасный момент. Дубликат это или нет? Это не дубликат, друзья. Ну, хотелось бы, чтобы это был нападающий. Смотрим. Нападающий, нападающий. Сколько у меня этих нападающих. Это не нападающий, судя по всему. Полузащиту смотрим. Полузащита, полузащита. Это у нас Nedved. Да. Какая стена. Каждый раз какая-то ебаная стена. Чё-то меня, видимо, кто-то в комментариях проклял. Ну, может быть, я зря плююсь, друзья. Пойдёмте затестим эту карточку. По-фасту у меня 11 кумиров в составе. Посмотрите, как красиво выглядит мой склад. Так, ну, слушайте, тут фанат розовых карточек. Ну, я уже чувствую, что это неповоротливая срань. Где там дриблинг 90? Непонятно. Я вот по первому касанию могу сказать, как карточка хороша или не очень. Но он прям такой, тележный немножко, посмотрите. Может, у него лонгшоты пиздаты имеются. Ну, створ попал. Хорошо, Жорзинёк. Прекрасно прошёл. На Nedved'а пас. Крутимся, вертимся. Блядь. Ну, что происходит? Где мяч, блядь? Так, а можно остановить Альварана? А у него сразу же атака и гол. Охуенно, блядь, играем. Так, что происходит? У меня защита. Я не знаю, блядь, что происходит. Просто, блядь, Вандерсар пускает абсолютно, блядь, всё. Ебаная дырка, блядь. Как меня бесит. Карта, блядь, за миллионы миллиардов, блядь, вообще ничего не тащит. Так, Nedved. Nedved хороший пас на Анри. Ну, это киковчик. Быстренько отыгрались. Ну, как отыгрались? 2-1 счёт. Анри вроде неплохой, но тоже очень тележный. Так, Роберто Карлос. Вот такой пас на Nedved'а, блядь. Какой он медленный. Ёп твою мать, какая карта хуёвая. Может лунгшот? Хорошо летело, кстати. И может удар. А это офсайд. Так, так. И вот оно, Nedved. На нахуй, блядь, Nedved. А вы чё думали, блядь? Списали его со счетов, блядь. 91 рейтинг всё-таки. Блядь, ну вот. Я говорил, да, что вот для таких соперников есть отдельный котёл, блядь, нахуй. Ну вот что за чмо обоссанное? Вот скажите мне, пожалуйста. Ну что за кусок говна, блядь? Троллинг 1, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 1, блядь. Твой никнейм соответствует твоему стилю жизни, блядь. Троллинг ебаный, блядь. Два удара, два гола, блядь. Понял, что он хуй отсосёт и решил ливнуть. Ну вот сделайте так, что если такие уёбки ливают, то вам засчитывают победу. Ему же засчитывается поражение. Какого хуя мне должно засчитываться ёбаной ничего, блядь? Так, Фернандо Торрес сидит в атаке. Мне кажется, я какой-то хуйней занимаюсь. Пытаюсь, блядь, оправдать карту, блядь. Пытаюсь отчаянно найти какие-то плюсы в ней. Хотя очевидно, что это полная хуйня. Не, ну только так Роберто Карлоса останавливать. Ну по-другому никак. Тут забег Хаби Алонса скорее всего проиграет. Хотя бы дождите. Смотрите, как он догнал Энтони, блядь, у которого там пест за 90. Просто как это возможно, я хрен его знаю. Так, Недвид, ну-ка. Вот, сейчас хороший пас дал на Терри Анри. А Терри Анри не забьёт, конечно же, нахуй надо, блядь. Ну как-нибудь, сука. Ну давай же, блядь, Недвид, ну отбери. Да что такое, блядь, в собачку нахуй играем? Так, вот оно, друзья, вот оно, Недвид бежит. Как тяжело он бежит, но всё же бежит. Файнос! Так. Так! Блядь! Не, ну это уж совсем что-то из ряда фантастики, но я попытался. Блядь! Пацаны, ну пацаны, ну пацаны, ну что это было сейчас? Что это было сейчас, блядь? Я знаю, что это было, это была великолепная 45-я минута, когда начинает происходить всякая хуйня, бля, в матче. Так, ну ладно, раз у него был киков, может быть и у меня сработает. Ну-ка. Не, у меня не сработает киков. Так, всё, ты заебал меня, короче. Пора перестать с тобой играть в игры вот эти вот. Пора разъебать тебя! Сука, блядь, как пробить этого ебаного Эдерсона? Опа! Вот это атака, вот это атака, друзья. Это гол. Да, это гол. Терри Анри. Ничего интересного, просто пробежался. Ух! Мне кажется, это был сейв тысячелетия, друзья. Так, надо вместо Алонса поставить Робертсона от греха подальше. Не, ну вы снова видели, да? Как этот хитрый жук Вандерсыр пытался, блядь, свиню нам подложить. Идеально на ногу отбивал соперника. Но, к счастью, у меня Замброта оказался на месте. Так, Терри Анри. Терри Анри что-то феорит в сегодняшнем выпуске. Может быть, он в основку захотел? А, нет, не захотел. Так, Роберто Карлс. Я не буду бить. Я вот так вот сделаю. И дам Недведу попробовать забить. Но он даже в сторону не попадает. Какой же это бесполезный кусок говна. Вот такой пас на Жарзиньо. Хорошо. Я бить не буду, естественно. Я вот так вот сделаю. И Недвед. Вау, Недвед забил. Слушайте, не зря. Не зря я это все сделал. Гол Недведа определенно точно стоил этого. Я, конечно, иронизирую, но пытаюсь себя хоть как-то успокоить. Так, ну без лонгшота от Роберта Карлса нельзя уходить, друзья. Так, попыточка номер два. Ну-ка. Ну, это прикол такой, да? Блядь. Блядь. О, ха-ха. Айд Фернандо Торос в лучшие годы. Ну что, друзья, закончился у нас этот невероятнейший матч. Что я могу сказать по Недведу? Да хуйня он, блядь, что-то скажешь, блядь. Тут даже никак его не оправдаешь. У меня был такой невероятный стрик из хороших карточек. Теперь, бляу, стрик попер. Единственное место для Недведа это СБЧ. Давайте вскроем пак компаний. Я уверен, кто бы там ни выпал, он будет в любом случае лучше, чем этот самый Недвед. Опять, чтобы открыть этот пак, нужно перейти в мобильное приложение. Потому что здесь я его вряд ли найду. Вот почему они этот момент как-то не предусмотрели, что у людей могут быть проблемы с поиском конкретного пака. Блядь, насколько же похуяшником на своих пользователей. Вот такие неудобные вещи, конечно. Можно было как-то просто сделать, что ты откроешь там все паки и выберешь тот, который тебе нужен. Ну, нахуй надо, блядь. Потом FIFA, там, не знаю, 25 будет на ВВД день. Типа, вау, теперь вы можете открыть любой пак. Невероятно. А вот если у меня нет мобильного приложения или компания, блядь. Может, я и ворчу, как старый дед, но мне кажется, это вполне себе логично. Так, ну давайте по статкам чекнем, что же мне здесь упало. Так, физуха 84, ни о чем не говорит, защита 81, дриблинг 82, передача 82. Ну, все средненькое, посредственное, поэтому тут даже гадать не стоит. Это ебаный трауре, блядь. Но я уверен, что даже он будет круче, чем надует. В общем-то, такой вот видосик получился. Надеюсь, вам понравился. Если понравился, то оставьте классные комментарии, вебите Лукас. Ну и, собственно, опять же напоминаю, сегодня в 9-8 вечера я запущу стрим, где буду пытаться ловить карточек футберзды. 115 паков, также на бездонатки откроем там около полтоса. Так что всех буду ждать. С вами был я, Пандосов, и все хорошие настроения. Чао, какао. С вами был я, Пандосов.